так приветствую на моем канале сегодня мы очень коротко поговорим про смартфон nokia c32 опять же ценовая категория в районе 5000 гривен очень многие интересуются подобными смартфонами и делал я такой небольшой смотр обзор на nokia c22 соответственно c32 казалось бы чуть лучше люди все равно будут задавать вопросы спрашивать что вот взять в этом ценовом сегменте если не этот смартфон то какой другой и вот эти варианты мы сегодня также обсудим что он конкретно мне не понравилось в nokia c32 это устарелый дизайн каплевидный вырез отверстие камер могло бы быть одно могло бы быть 32 ни туда ни сюда опять же этот модуль фейковые 2 мегапикселя если было бы три модуля это хотя бы было бы но можно сказать более богатое оснащение хотя если они бесполезные такой муляж 2 мегапикселей но это смотрелось бы более дорого можно сказать более оснащенный смартфон мог бы казаться у многих флагманов по три камеры здесь как бы две камеры и по сути рабочая только одна это абсолютно бесполезно вот это нашлепка как какой-то дизайнерский элемент она слабо катит фронтальная панель оформлена тоже можно сказать так себе огромный подбородок ничего интересного 6 5 дюйма hd plus и пес это все стандартно android 13 гудышин абсолютно слабый процессор там все ядра одного типа cortex 55 они достаточно медленные соответственно здесь на сайте указывают даже 4 ядра там 48 не имеет никакого смысла он еле-еле 100 тысяч в тесте antutu набирает память 464 камера 50 мегапикселей но при очень слабом процессоре это бессмысленно запись видео full hd 30 кадров в секунду это в какой-то динамике в плохом освещении падает частота кадров но не вывозит этот процессор видеозапись фронталка 8 мегапикселей юсб тайп сета вроде как неплохо вай-фай 4 старый сканер отпечатка сбоку nfc соответственно нету зарядка 10 ватт достаточно крупные габариты до батарейка большая ну и экран не маленькие здесь это абсолютно бессмысленно здесь нету не повышенной герцовки не хорошего процессора нету nfc например и соответственно он смотрится просто как большой смартфон современный но его начинка соответствует больше смартфоном там 2018-19 года цена практически 5000 гривен за такие характеристики посредственные устарелые не интересные непривлекательные это много если бы 1000 за 4 с очень большой натяжкой можно было против теоретически кому-то рекомендовать если вам не нужно было бы nfc на все это полезный модуль и вот какой смартфон я вижу если вы все таки ценовую категорию рассматриваете доплатите 500 гривен и возьмите motorola moto g13 6 5 дюйма IPS тот же самый но здесь более свежий дизайн чуть чуть меньше подбородок это нижняя рамка 90 герц android 13 полноценный не обрезан helio g85 память 4128 и того даже никуда еще не забегая наперед не продвигаясь по ходу обзора мы сразу видим лучше дизайн лучше процессор больше памяти дизайн более современный более привлекательный это однозначно фронталка здесь не суть важно тех же 8 мегапикселей тут есть и на все это самое главное что есть и на все зарядка тех же 10 ватт это не быстро ну чуть чуть более компактные габариты за счет уменьшения этого подбородка также есть несколько решений по цвету несколько вариантов по цвету но аппарат выглядит практически как смартфоны за 10 12 тысяч хотя стоит едва ли больше пяти тысяч разница с этой motorola феноменальны этот смартфон 2019 года этот смартфон как 22 23 года он полностью современного свежий выглядит неплохой вариант и в общем то что-то искать еще например те же какие-то infinix и там например тек но я даже смысла не вижу этот смартфон за свои там пять с половиной тысяч или там условно 150 что 160 долларов он полностью перекрывает потребности базовые либо такого можно сказать не требовательного пользователя не требовательного потребителя единственное где здесь могут быть какие-то критические ограничения это если вы хотите ультра ширик которого здесь нет если вы хотите супер ночной режим запись видео 4к там 60 fps он это не может дать не может скажем предложить своему покупателю такой функционал но даже для игр типа пабжи call of duty где-нибудь более простые игры типа тех же bravo stars он спокойно даст установите опять же 128 гигабайт памяти в этом ценовом сегменте это можно сказать рекордные показатели вы можете простеньких игрушек штук 20 сюда скачать и даже тому же ребенку этот смартфон больше подходит есть nfc можно просто карточку с небольшим можно сказать там бюджетом которая на этой карточке хранится привязать nfc можно хоть в транспорте заплатить хоть куда пирожок в буфете купить